На совещание заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров обратил особое внимание на рост числа нечастных случаев в многоквартирных и частных домах, связанных с использованием бытового газа. Количество газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации растет с каждым днем. Исправны газовые оборудования или нет, во многих случаях узнать нет возможности. Собственники многие квартир просто не пускают к себе специалистов газовой службы. Кроме этого, жильцы сами не хотят менять газовое оборудование, считая, что они еще пригодные в эксплуатации. Мы чувствуем, что проблема эта назревает, и эту проблему надо решать. Видим, что не всегда жильцы наши не просто могут купить, могут себе не позволить, а просто не хотят этого делать, потому что считают, что это будет работать до определенного времени, в то же время опять до определенного времени. Поэтому все-таки меры какие-то мы должны совместно применять. Во многих ситуациях вызывает серьезное недоумение позиция жителей, когда им показывают документальное подтверждение, что, например, дымоход находится в неисправном состоянии, или что собственник выполнил самостоятельное переоборудование газовой системой. Житель не предоставляет возможности для проведения необходимых работ. В такой ситуации специалисты просто вынуждены приостановить подачу газа. И жители этим фактом возмущаются, вместо того, чтобы обеспечить собственную безопасность. Замена оборудования подразумевает определенные денежные средства вложений. Но как бы там ни было, если есть, допустим, ну, в пример ставить, если автомобиль старый, 70-х годов, 80-х годов, копейка, москвич или так далее, приятнее, конечно, ездить на новом современном автомобиле, также и с газовым оборудованием. Есть проблемы и с внутридомовыми газовыми сетями. В городе предстоит обследовать еще множество многоквартирных домов. Чтобы ускорить этот процесс, было предложено управляющим компаниям завести список, где они будут отмечать замену внутридомовых газовых сетей без процесса диагностирования. И обозначить ряд домов, которые уже, по вашему мнению, без проведения диагностики требуют замены. То есть те же дома шахтостроительные 35, Худобердина 9. Но если там уже такие инциденты были, значит, уже эти дома сами по себе напрашиваются на то, что менять надо. Совещание проходило в течение двух часов. Участники приняли совместное решение.